Всем привет! Сегодня я покажу вам свои новинки из косметики. У меня появилась как декоративная косметика, так и немножко ухода. Все обязательно вам покажу, расскажу свои впечатления, потому что одну из этих штук я уже практически до конца использовала. То есть такая уже почти пустая баночка, граничащая с покупками. Очень быстро она у меня ушла. Продолжайте смотреть, все детально вам покажу. Но сначала давайте поговорим о декоративной косметике. Первое, что у меня появилось, это два оттенка теней. У меня вот такие вот однушки, можно сказать. Первое, это моя просто абсолютная любовь, можно сразу ее уже отнести в фавориты. Это тенюшка от Makeup Geek, это их серия Foiled Eyeshadow и оттенок In The Spotlight. Это просто безумно красивый оттенок теней. Я уже с ним делала макияж, и обязательно вам оставлю ссылку, чтобы вы его посмотрели. Сейчас тоже эти тени у меня на веки, и я просто не могу заставить себя использовать что-то другое. Каждый раз, когда я думаю, что сделать, какой макияж себе сделать, я смотрю на эти тени, и мне хочется их использовать. Вообще очень классный оттенок, настолько светоотражающий, но в то же время в нем нет абсолютно никаких блесток. Такой свежий персиковый цвет, очень красиво смотрится. Если вы задумываетесь, какой оттенок на Makeup Geek купить, вот этот 100% добавьте в корзину, потому что он просто отличный. Как вы, наверное, знаете, если смотрите мои видео, я в поисках была оттенка розового золота, и решила поискать этот оттенок именно в марке Colorful, потому что у них очень широкая растяжка теней, и там можно выбрать, ну, я не знаю, практически любой оттенок теней, который только можно захотеть. И я сначала купила оттенок Lala, и в отзывах на этот оттенок многие писали, что это настоящее розовое золото, хотя на самом деле это настоящая бронза, я бы сказала. И я взяла второй оттенок, и с ним я уже практически в точку попала. У меня это оттенок Winnie, и вот это действительно розовое золото, такой вот настоящий металлический бронзово-розовый оттенок. Это то, что я и хотела, качество замечательного у этих теней, очень кремовая текстура, ложится таким насыщенным эффектом фольги на глаза, очень красивый оттенок, тоже надо будет с ним сделать какой-то макияж. Если вы тоже ищите розовое золото, то оттенок Winnie это очень классный вариант. Появились у меня тоже две новые помады, эти конкретно от Biderium Tools. Изначально эта марка, по-моему, выпускала только сугубо инструменты для макияжа, то есть кисти для макияжа, потом они уже расширили свою линейку и начали выпускать также и косметику. У меня два карандаша, они не матовые, это карандаши и помады, они кремовую текстуру имеют, и я уже говорила, что матовые помады как-то немножко мне в последнее время уже поднадоели, потому что хочется что-то сменить, как-то образ сменить. Сейчас в моду входят металлические оттенки помад, я еще, наверное, пока не совсем в этом тренде. Металлические помады как-то меня пока еще не привлекают, посмотрим, что будет дальше. Но я взяла помады, которые создают такой классический кремовый эффект на губах, и два оттенка мне безумно эти понравились. Первый оттенок Indomir, это то, что у меня сейчас на губах. На камере, может быть, слегка будет бледно, но вживую это именно такой вот натуральный нюдово-розовая помада. Не слишком она бледная, что выглядит уже совсем нездоровым, но в то же время и нет в ней какого-то ярко выраженного подтона. Чуть-чуть есть в ней розового, но это как раз то, что делает общий вид более таким здоровым, а не совсем уже бледным, как у трупа. И второй оттенок у меня Marilyn. Вот эта помада тоже мне очень понравилась, это красная помада, но в то же время она с теплым подтоном однозначно, то есть это не холодный подтон, но при этом она не желтит зубы и выглядит очень красиво. Вот, в принципе, на светлой коже моей не выглядит слишком броско, и в то же время вот именно этот красный оттенок очень классно сочетается с такими светлыми чертами лица, поэтому если вы ищете для себя какую-то красную помаду, можете попробовать вот эти. Все, что я упоминаю, я оставлю ссылки внизу, кому интересно, может быть, поэтому заглядывайте, смотрите. Осталось у меня тоже несколько здесь уходовых средств для волос. Я уже как-то делала обзор на марку White Mandarin. Это органический украинский бренд. Мне безумно понравились их средства для волос. У меня был бальзам и шампунь. Оба средства мне очень понравились, поэтому я решила расширить свое знакомство с этим брендом. Я себе купила новый шампунь. Это яичный шампунь. И также я еще купила тоже бальзам для тонких и ослабленных волос. Яичный шампунь мне понравился меньше, чем предыдущий. И в целом я поняла, что, наверное, шампуни White Mandarin, они хорошие. Но в то же время для того, чтобы этот шампунь размылить в волосах, уходит очень много средства. Поэтому вот такая вот маленькая баночка, она совершенно не оправдана. Если бы у них были побольше баночки, то я бы побольше 100% купила. Вот эти заканчиваются слишком быстро, буквально в течение, я не знаю, может, недель, двух, трех уже этого шампуня не будет. И неудобно заказывать, потому что я в городе у себя нигде не встречала в продаже свободные эти шампуни и бальзамы. Поэтому мне нужно заказывать с интернета, платить за доставку. И как-то каждые две недели не хочется оформлять заказ именно в интернете. Поэтому мне кажется, что для шампуней явно нужна какая-то баночка побольше. Что касается бальзама, бальзамы у них просто восхитительные. Вот этот конкретно для тонких и ослабленных волос, может быть, меня не так сильно впечатлил, как предыдущий. Он достаточно хороший, то есть после него волосы гладкие, красивые, ухоженные и так далее и тому подобное. Но я его не стала заказывать заново. Как вы видите, он у меня уже практически закончился. Я купила себе ту же серию, которая у меня была до этого. Это бальзам для всех типов волос, увлажнений и защиты. Вот этот бальзам вообще просто, я не знаю, супер-пупер. Я 100% буду его покупать снова и снова и снова, потому что очень он мне понравился. Это реально такой эффект люксового бальзама для волос. Волосы очень блестящие, очень ухоженные, очень увлажненные. Если вы окрашиваете волосы и у вас волосы сухие, и вам нужно вот это вот сильное увлажнение и блеск, то вот это 100% тот бальзам, который нужно заказывать или покупать, если он где-то вам попадется. Очень сильно мне понравился. Вот действительно такой вот как после люксовых продуктов эффект. И так как у меня вот этот яичный шампунь уже тоже практически закончился, и я решила, что шампуни White Mandarin я не буду заказывать. Я хочу брать что-то такое, что лучше мылится и у чего расход меньше. Поэтому я себе купила шампунь от Brilil. Я уже пробовала их золотую серию. Вот сейчас девушка-консультант мне посоветовала. Вот этот сказал, что для окрашенных волос, для сухих волос очень классно подходит, очень хорошо увлажняет. Пока не пробовала. Ничего не могу сказать по поводу этого шампуня. Но в целом Brilil марка мне очень понравилась в плане ухода. Может быть не настолько круто, я не знаю, как какие-то люксовые марки, там например Marocco Noil. Но в то же время шампуни очень достойные бальзамы. Ну такие себе вот бальзам. Мне вот намного больше нравится White Mandarin. В то же время это эко-продукт, поэтому тоже приятно им пользоваться. С одной стороны попробую вот так вот помиксовать вот эти два бренда, потому что в этом мне нравятся шампуни, а в этом бальзамы. Посмотрим, что получится. Ну вот и все. Я решила слишком много продуктов в одно видео не собирать, потому что они затягиваются минут на 20. Мне кажется, что вот такой вот более короткий формат более интересен. Не у всех есть полчаса для того, чтобы смотреть на всякие покупки. Сообщите, как вам нравится. Более длинные видео, когда очень много сразу покупок в одном видео. Или все-таки вот такие более короткие, но может быть чаще, там каждые несколько недель, чтобы они были. В общем-то жду ваших комментариев. Обязательно подпишитесь на мой канал, если вы еще этого не сделали. Поставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. И мы с вами увидимся в следующих моих видео. Пока! Бровь совсем меняет свою форму. Я вернулась на то, что было. Сейчас я сделаю эту коррекцию более аккуратно, потому что я чисто схематически вам показывала, как разобраться с бровями. Сейчас я сделаю это, постараюсь сделать более аккуратно и вернусь к вам. С бровями я, грубо говоря, закончила. Белки я буду сразу отправлять в блендер, потому что мы их будем взбивать.